на все привет дорогие друзья добрый вам уже конечно же ночь московскому времени бизнеса сейчас мы сами продолжаем следить за финалом квалификации на dota pit лигу европейский европейская квалификация встретились две команды с г команды команда с европы или даже можно сказать что микс там европы и сей региона получается тем секрет и flip side tactics 21 в серии это четвертая карта эта карта может быть последний а может быть и предпоследним и с дмитрием надеемся что она будет наверно предпоследний все же да дим ты такого же меня или тебе уже хочется закончить это и идти спать нет ростом честно говоря я вообще-то мне завтра надо еще на эпицентр ехать поэтому я искренне надеюсь что сейчас секреты за 20 минут и ну и как бы ну и как бы завтра будет чуть больше времени чтобы побыть на эпицентре и кстати если вы еще не были на эпицентре напомню то что у нас в москве на автозаводской в ледовом дворце происходит турнир международный турнир пкс гола то обязательно приходите и там будут там будет очень много людей которые будут раздавать автобусы я буду один из них просто вам продолжать зато честно дмитрий я хотел добавить стать честно да мини реклама где конечно приходите на эпицентр был бы в москве пришел так в казани к сожалению центов не проводят их буду в интернете как все смотреть на твиче вместе с работягами а ладно у нас там драфты добавить да у нас драфты не я кое-что у меня там мысль одна в голову пришла потом я подумал что этого лучше не говорить хорошо так так иногда бывает раз там да флипсай тактикс а не изменяет своим тратегиям этот роу рейнджер на фп на что тим сик ответили уже заготовленный даблой суппорт который хорошо работает мы это уже видели по опыту предыдущей карты это висп и баунти хантер на что флипсай тактикс забрали своего сигнатурного эрв спирита для роджера конечно да я бы сказал то что секреты решили вообще ничего не меняете снова забрали виспас баунти хантером и по-хорошему виспас баунти хантером является очень хорошим набором героев против дорейнджер стоит значит такая себе девочка в лесу никого не трогает убивает крипов получает на свою голову трек и неожиданно прибегает два негодяя прилетаю да прилетает из ниоткуда и начинают ее домогаться она старается от них убежать она старается во все отбиться но из того что она по трекам осталось им придется отдаться и во власть этих двух негодяев звучит как сюжет пронофильм какого-то двухсмысленный сюжет как бы я исключить я только хорошее говорил как бы я не знаю там отдаться музыки руслан мы плывем уже мы плывем до отдаться музыки там не знаю дать себя всего какому-то делу там и так далее вы на то ворот у вас там после мышечки идут а я говорю все как есть вот и в общем-то у секрет появляется в очередной раз тот самый герой который будет бежать будет ее преследовать это лайк стилер под виспом и самое страшное то что против спи это очень хорош как бы он не врывался в толпу air spirit если вас лир успевает нажать свой рейдж то ему вообще фиолетово на air spirit и он может кого-то 6 секунд бить потом спрятаться в крипа потом вылезти и продолжить свой бурст все хорошо снизу и все так себе сверху air spirit не самый лучший защитник для дорейнджер то-то конечно да ясно но мы помним вот чем флипсайды попытались закон третье лайфстилера от mp они брали себе террор плейда ну понятно что там помимо террор плейда еще шаду демон был то есть была стратегия с обузом иллюзии все остальное но вот если смысл без например что демона брать но вот он тот кто будет спасать нашу королеву будет давать лещей лайфстилеру и хороший выбор против инфест бомбы если он сможет ее ставить красиво потому что иногда бывает так чтобы ворвались дрорейнджер ее фокусе и уже как бы инфест бомбы точнее уже купол не хочется ставить потому что в нем будет дрорейнджер и я никуда не убежит но с другой стороны если как-то он будет прыгать первое что кстати довольно таки сложно просто копика то все шансы имеются все шансы есть пик 4 давайте смотреть что же там нас пойдет нет что пойдет на оффлейн нужен нужен взрыв нужен взрыв для лайфстилера акс он будет взрывать на пару с ним вес да у нас получается через акса ну вообще был вариант конечно взять стандартного более чем стандартного слабора решили на тоже хорошие ну аксон против дройки хорош тем что ворвался на кого угодно если убил кого-то через клингблэйд то получаешь скорость бега и там 522 у всех у но но три миличника значит три миличника хоть и под баунти хантером хоть они быстро бегают но в липсай сейчас нужно взять все что вот прям этих миличников не прощает бэйн отличная опция против лайфстилера конечно сложно пейну как-то реализовывать себя против баунти хантера потому что там дядька на тебя кидает трек 1200 ренджи потом у тебя элементарно задает тос но если баунти хантеру дать сайленс и дать ластливого финс гриф то ему конец самый настоящий конец ну чтож по одному баночу нужно будет сделать не хватает липса тактикс также в принципе мидера не хватает им секрет так что сейчас увидим самые неприятные оставшиеся мид герой отправиться не по тихе но и сам популярный конечно ноги все еще присутствует о нем мы не забываем мы знаем что и crazy на инвокере может мы знаем что и медвана инвокере может мы знаем что медвана может на хороший тамплор ассасин например сыграть тоже вот вижу я таких двух суппорт во флипсай тактикс который в спирит и бэйн ну вы знали что бэйн вообще один из самых лучших суппорта в плане вот зонинг да то есть если тебе нужен плотный герой который пойдет откуда-то закрипов будет уничтожать чужого кора на первых лавалах тут бэйн это самый лучший вариант данной ситуации близко 7-й рс перед который тоже очень неплохо на на ранней стадии может противника подминать по итогу получаем двух таких достаточно серьезных агрессивных суппортов которые помогут выиграть линии например для вот мидера который появится тактикс и для троу рейнджа довольно интересно просто висп и баунтихантер таким не особо могут похвастаться для остается баха на миде с бэйном бэйн ему там расскажут как не надо бегать да вообще могли бы флипсайт тактикс попробовать возможно в очередной раз выйти триплой потому что баунтихантер он будет бегать роумить и если ему дать пространство так что он будет бегать мешать и стакать лес напрягать мид может быть там выходить на свою легкую то у него слишком много мест куда он может прийти а если выйти триплой в хард и ваша трипла уже сильнее чем трипла противника с баунтихантером а баунтихантер с виспом это слабые суппорты у одного 0 армора второй миличник и ему очень тяжело подойти то опять можно сделать то же самое что и в прошлой игре захватить преимущество там они это преимущество за 6 минут довели до 3000 было дело опять же тактика стратегия стратегии то есть главное дома довести никаких пробелов своей стратегии себе же не создавать иначе вот проблем будут перевороты знаем что под баунтихантером перевороты team secret делать умеют да дамагеры под ровкой что там мираны виверы инвокеры там столько этих героев под ровку поэтому можно вообще брать любого стрелка и ехала вообще любого я до сих пор не понимаю почему инвокера не берут ну например вот у нас была одна игра где играл мидван и он там так хорошо это моего кира сыграл что он в конце реально карьеровал там уже акс и лайстиллер они типа были на подтанцовки и вот опять же смирно пик я понимаю что team secret акс заходит идеально потому что он и бэйну ульт можно сбить и дровку поднять когда она бьет но решили что это queen of pain и очень рисковый ход от хлеб сайт так очень очень сглой а в этом патче вот сколько мы не видели у нее вот не слабый винрейт она все время сложности до все время и тяжело все время нужно снова болится то есть в целом такой слишком рисковый герой потому что если игра не пойдет то она сладкий пирожок и хлеб сайт тактикс нужно будет здесь у нее плюсы парочка плюсов вот перед пиком противника все-таки это опять же самые милишники которых будет пробивать sonic wave там чистым уроном да и при удачных раскладах конечно но папа за счет нюков там очень быстро виспай баунт хантер будет вырезать траки пик вопы выглядит так как будто флипсайт тактикс пойдут на свою легкую потому что она в миде будет не чувствовать баунт хантера если он вдруг придет и всегда сможет уйти но этим секрет как я предполагал взяли инвокера инвокер просто хорошим просто идеален в этом пике я удивлен что он дожил до последней стадии и не забанили в первых первой стадии 2 3 соответственно тоже стадии не забанили он и в кол акса закидывает санстрайк с метеоритами он и может инфе с бомбой выклад гейме он бэйну может сбить его финс грипп там с тысячи ренджа он дровку может за дизэбрит который очень больно бьет у него столько вариантов в этой игре и вот судя по всему рустам мы с тобой пойдем спать после игры потому что у секрет пик хорош флипсайт тактикс только войс спасает ситуацию только войс я обязательно после этой карты напишу там ваниль кому-то из флипсайт тактикс и просто прошу почему они сами не хотели инвокера себе взять когда-нибудь не давать давай мы это напишем если они проиграют потому что я в любом случае спрошу даже если вы говорят ну как бы не просто интересно почему они вот выбирая между инвокером попой выбрали клопа не инвокер может быть они просто как-то может быть кредитом не играл давно на инвокере да вроде катал недавно разберемся об этом позже очень напоминает дорогие друзья что четвертая карта для секрет она может стать последний также для флипсайт тактик если они проиграют если выиграть будет еще 5 решающий что все в руках липсайт тактикс и конечно же тимси поехали смотреть таком катает так им пина кирилла стилере в легкой фареф будет играть на оффлейн акси пола дай support висп битван конечно же в миде на инвокере но и вторым саппортом будет пупей капитан команды на баунтихандр ну и в свою очередь седой забирает кэри дро рейнджер ванс корт бэйн а роджер роумингер спирит crazy медовая queen of pain шло хардовый фейсерис войд и попадает команда клип сайт тактикс папе дает он спалил конечно смог как будто вот он без баунтихантера не просто раз вот тут вы поймали прямо четко по таймингу сейчас походу вот здесь уже узнали что он придет догадается ли куда он вард поставил тут тоже довольно интересного просто очевидно что баунтихантер просто так пешком не бегает что называется без расстановки бордов да у нас сейчас подходит скоро просто легчайший диван скоро и qb и 100 голды просто супер просто супер сейчас раскладу флипсайт тактикс опять-таки получается очень хорошим баунти рудной за контроль конечно же возьмет забирать инвокер все тоже понятно знаешь что происходит они идут в сложную виспом и лайфтирлером возможно подразумевая что сами флипсайт хотели завалиться в харду вот интересно как у никогда получится провернуть вот если вдруг еще ими сейчас будет разбирать лицо потому что мистер спирт я как только увидел бы виспа в харде с лайфтирлером я просто пришел сюда и бил бы в ноль армора ноль армора друг мой ладно есть колечко два армора просто идешь и убиваешь его лайфтирл подходит добить крипа даешь ему тычку дрог и тычки боеном просто затыкиваешь его до смерти понятно понятно что если увидит арс пили сейчас на верхней линии табло он спирал конечно немножко поможет он победит тоже очень важно медвана несколько помучать чтобы крэйзи там быстро сякой-то ботал вынес например но видим что пупе и знаю что здесь скинов пэйн здесь стоит рс перед в коем случае не должен подставляться поставили центре не подошел но я думаю понемногу потихоньку после парочки таких вот врывов роджер все-таки перетянется на линию верхнюю снизу же нас ждет противостояние фэсла свой да и акста здесь ну возник тут возможно какие-то проблему ушать шло потому что якс своим контр-хеликс вообще герой непредсказуемый вот его может запереть в один момент может там три раза подряд раскрутиться и убить там футбашного героя а может вообще не крутится на фаста свой будет его комфортно пробивать через пассивку пока да что фареф линию пропушил и фаста свет пациентам чувству тебя будет хорошо мы сегодня с тобой вере как акс заколил я не помню кого кого-то возникает три раза просто там секунды за две при том что убила ну может там 23 это было красиво такое тоже бывает ну что на верхней линии пока происходит здесь линия подпушилась мы видим и седой 5 на 3 в этом же раскладе у mp6 на 2 но пока довольно подожди смотри смотри седой 8 на 3 8 6 на 2 у седова 9 на 3 и он выигрывает да и в миде между прочим то еще инвокера приняли причем он зашел слишком далеко возле тирадин тавр противника паунти хантер здесь по-моему немножечко так себе он ничего не делает он как бы было все это время на виде и все эти две минуты р-спирит врывался бил врывался бил а баунти хантер простоял рядом и вот попередим решил что все второй левел он в миде взял помог чем смог мидвана первого второго уровня crazy 3 с половиной 3 3 могут попытаться таки развалить седова ван скоро вот тоже можно пытаться забрать роджер красавчик дороже понимает что где сейчас будет активность up and dance на ван скоро и на развороте роджер может заехать камень пока откидывает точно без поздно и что ли самая слабая цель который должен брать аванс корта цель наоборот самая самая сложная плане убийства хитов палатая пытается мансить и за хилинг селд жить будет да но и здесь никто никого не ну вот сейчас вот вилки что произошло распирит не попал своим этим вкатыванием только из того что не замуж это он стал мы просто там башка уже не варит но в это был кюл вис по стопроцентный мог вообще просто пройти с руки его убить попал не попал но опять-таки ли не подпушилась то есть новый пациент товара фармить крипов пока здесь самая наверно активная часть игры потому что здесь шесть героев было меньше в медиа crazy против инвокер один на один вакер виде периодически еще и в лес смещается чтобы они травы зафармить полный порядок ну и может быть чуть поинтереснее линия все-таки снизу шачло 13 на 0 for f22 на 5 чувствуется превосходство акса убийство друг друга ложками ну то то есть сверху тут тут не тут вот они шашками махаются друг другом не ложка просто тут такая ситуация что один раз крутится от другого убьет если тот не среагировать и обратная ситуация пару башей получил тоже погибну то есть как-то не знаю может жить они будут жить и самый интересный рустам произойдет сверху самое интересное потому что здесь седой продолжает потихонечку выходить вперед также подтягивается роджер нир спирити они видят лайстилера и нужным убить лицо они с ним прекрасно справляются и тяжело подходить крипам очень тяжело стойка не боятся в общем-то их можно их понять рожжер на исходной позиции что конечно вкатится поэтому поладает должен стоять по удали и захиливать айпи каким-то чудесным образом добивать фото пупи пошел спасать ситуацию на центр там стоит центре и центр это здесь ему нечего делать прекрасно знает прекрасно понимает еще аккуратно держится crazy там где мог помочь купеет на верхней линии просто-напросто ушел и вот чем пока заниматься купе не совсем ясно он пока ворует experience то мидера своровал experience что на топе эксплу поваровал и лайк дай большие проблемы залетает 1 перед на него тизером подтягивает спал дай камень по твоим шикарный без пауза съели обои и также отгоняют я считаю что им можно было бы уйти уже на легкую потому что стоять становится сложнее и сложнее с каждым разом уборовки дэмэджи прибавляется тот же бы становится поплотнее и и уже просто как орленер на этой линии он на ход позиции не стоит 13-13 у него крепости и не очень слабый увидели везде куда бы не пришел пупей стоит центр поэтому конечно ее появление здесь ждут заходит за спину пока в радиусе не попадает вот об этом я говорил что кто-то если застыкает сможет убить на нижней линии не убийство ложками это убийство шашками ну вот они расстрелы красавчик у него был таймволок у него был таймволок ну такой однако лагер попадаешь того как говорится не работает по разу граньешься под агромы значит он просто не повезло но те временем сверху сверху нужно уйти то есть как бы висп с баунт хантер как мы видели в прошлой игре могут гангать единственное что вот мид очень тяжело гангать потому что кпс блин как будто они приходили она она скорее вас загангает crazy атакует пайлайт apple хп у него остался кредит пивается бот у нас у них просто не хватает мп разворачивается побивает пупей crazy упрыгивает то что подошел сюда еще инвокер поэтому было бы очень опасно подставить под колдс на пацан страйк сразу же встречается мид и будет обузать потол двойной будет обуз ботла сейчас вот его я спирит похилит и еще заберет ботал снизу не продолжается на section for f очень серьезно прогоняет шачло конечно что прям не знает куда себя деть у него же есть кроносфера как ты линия оставлять не хочется может такси очень быстро спушит а фарф уже с вангуардом до такого не пробьешь это факт 1200 что даже дай бог что боится потому что просто боится вообще конечно можно разочек то и шачло покинуть эту линию имея хроносферы через т.п. вверх там зацепить хроносферы и и тро рейджер расстреляет поведает можно попробовать могут и убить если кто-то еще один трансфер останется здесь crazy уже сюда еще одно т.п. подтягивается pain shadow strike спина фарф пытается спрятаться есть у нас учет т.п. конечно еще и на развороте крутится на сбоках надо т.п. надо помощь фарева прийти должны его команду чтобы помочь но же вместе смогут он просто справляется только времени жил тим это могли ты еще раз делать и по никто не подошел не висп не bounty hunter они а кстати у виспа был т.п. но почему-то решил не делать эх не поверил тиммейта кидал его прошло но в любом случае очень много времени на него потратили и в это время чуть посвободнее стало лазь лидеру сверху потому что самый главный его противник бэйн наконец-то ушел и и рейд на дров рейджер подтягивается под вы солен спадет сейчас второй уровень open one залетает на развороте роджер сюда тоже пытается купе расстрелять сам страйк был но уже даже был не нужен дровка погибла роджера здесь продолжает пробивать лайфстиллер виспа довольно серьезно пафает и ускоряет роджер подставляется еще несколько ударов в спину и 2 суппорта не погибли все замечательно стянуть бэйна это и главная задача они это сделали ну смотри вот в начале графики были шли вниз там где-то тысячи голды почти флипсайд там преимущество набрали но теперь все меняется теперь все меняется потому что mp у нас лазь лир который если что может и вот это подфармливать с топориком дэмэдж ему хватает но тот же висбаунд хантером они уже смело бегают по карте у каждого по моему из них есть сапог они спать ботов можно идти ганга неплохие конечно побольше хочется тогда в той карте мы помним он ранние треки получилось за счет этого секрет очень много денег зарабатывать пока уровень 3 только в баунте хантеры и сапог нужно кита файтер принять участие но пока файт идут организовывать флипсайды у crazy и sonic wave он еще не пользовался роджер также готов и в очередной раз попытаются фаре его взять здесь шачло хроносфера ничего 17 секунд вот поставил специально шачло тут же упрыгивает айбулка выставили тебе запас здоровья и втроем таки опять на пару будут разводить долл а вот так вы судик в фарф уходит фантастика впитал себя ультимейт и выжил 6 грамотно грамотно и это опасно потому что в этот момент дровка сверху стоит 1 виска и очень хорошо пробивает своими шарами правда она тоже неплохо так бьет его с руки выходит ластер начинает весь седого седого можно заслипать летит все так же в эту войду есть хроносфера может расстрелять ошибаюсь сейчас секрет и расстреляют просто еще и с табром вместе шикарно подставился весь мог немножечко по-другому сразу просто не как бы это не входить в радиус поражения 100 выманивать его потом бы на тизере зашел бы за ластлером и раскрутил бы свои шары но чувствуется чувствуется конечно усталость у обеих команд опускают такие ошибки оплошенности чё страшно сан страйк седого сейчас тут уже финс грипп от ман скоро подтягиваться виситой просто продолжает рада на месте стоя и пупей пупей брэйн запал ван скорости дает отлично crazy ныряет дальше пайлай дай и крэйзи делает еще один гилд и 0 1 крэйзи но вот за смерть своего керри ответили убийством двух суппортов что тоже неплохо сюда конечно панетвор за этого несколько просел за ток по пойдет по первой линии на первой строчке 84 скажем так папа пока себя реализует полностью она бегает она прыгает она постоянно кастует свой ультимейт вот в такой активной игре она чувствуется очень комфортно за счет того что у нее когда я на неким а ну когда на неким маленькие 7 секунд на скриву фейн вот а бьют они очень больно продажа конечно духе появление от фарева блингдаггера и вот чуть повеселее пойдет игра у тем секрет а можно будет уже доставлять лайфтиллер а до нужные цели что называется но пока вгп к 1300 голды и мы видим что вот дважды уже приходили к фаре в один раз смогли забрать второй раз нет или у вас ничего прогнать санстрак терем залетает не точно по роджеру папеев соло пытается разобрать да и делает килл папе очень важный фраг потому что экспириенсом получает сам естественно уже пятый с половиной крэйзи может просветить сейчас просветил папея будет еще то т.п. на тир-2 например что помочь крэйзи сделать скилл или он соло справится что катится еще скрим купить далеко не уйдет скорее всего и скрима можно будет топить отлично соло килл крэйзи один в один инвокера купил себе мидос у него два фаржа поэтому квану пену пену очень тяжело стоять как бы ты там не старался кейсится подавры дровки но он просто этих фаржей натравливает на тебя и они тебе очень много дамажа наносит особенно если закидывают код snap и крэйзи вот играет максимально активно покупаете смоки в очередной раз он ищет место куда может прийти и идет в мид выносили файф у него имеется до лава 9 роджера тоже рядом вот роджер пытается получить experience на 6 появляется магната и сейчас вместе эти два героя могут произвести какой-то хороший выход вот крэйзи с роджером отправляется в район нижней нижнего спауна руны отправляется дальше там где-то бывал акс ну а так себе след простылок уже перетянулся другую точку просто просто никого нет акс выбирает супер своего из-под где вообще никого нет осталось чуть-чуть еще и стаки хороший стаки так как можно купить облиндагер купи в это время бегать по вражескому лесу слайд лидерам мастер у нас тоже 6 и ищет кого-нибудь но по идее сейчас одних то и поняли что они на противоположных частях карты команды сейчас будут действовать пятером сообща то есть у них появился blink значит бы вместе нападать вис там будет подхиливать ну и flip сайты прекрасно понимаю что где-то акцию должен покупать и блин дагер должны тоже держаться кучнее и вот пятером отправляется вниз будут пушить и один товар в то время как секреты будут подкушивать один на месте скоро тоже полубитый глифа нет дэмоджи дэмоджи у хлеб сайдов немножечко больше благодаря а рода рейнджер поэтому самое время его рули забирать а на месте секрет было бы здорово каким-то образом собраться и стараться ныряет хорошо на седово с инициировал ставится хроносферы финскрип туда же там все что было не в этом акса засунули подать подхиливать из у них вы бренд сапом всегда чисто урона макс неплохо сыгран пупей сейчас вылезть из-под него и пупей пытается дайте именно до седово будет быстрее так будет проще сделать килл по трекам до зарабатывают они еще один фраг проситает крэйзи под колдснепом крэйзи сливаю с него стрик медванс здесь под магнитазом шашло идет за ним до конца тут же просветка пошла паша работают неплохо уж очло два в два размен по итогу камень залетает по двум героям в ответ опять-таки роджер спейн продолжают раться пупей здесь подпактайзом все еще за брейца опасной всегда этого панскор делают уже мегакил но импери ускоряется под фейсбут пытается дороже достать у роджера совсем не остается mp он закупается на полную надо закупаться вот здесь погибешь роджер байт вард больше не знаю что купить еще сантрии драка 3 в 3 а понятное дело что часть фрагов секреты сделали по треками но там секреты ничего не потеряли в этом замесе вообще ничего у них фактически нет кулдаунов и поэтому если не размениваются вровень при том что у хлеб сайт там была отдана их раз вера и и sonic wave то это им развязывает руки на ближайшие 50 секунд лип сайт уже такие драки выигрывать в идеале они чуть больше денег все же сработали конечно на к там по засвоит это понимаю больше всех получил то что он не погиб драки шачула купился блат мир уже было 10 что ж на топе перетягиваются флип сайты под смоками секрет опять-таки фарф на острие атаки хочет кого-то ворваться вот поймать ну вот поставили хороший вас по этим барду сейчас видно было crazy вот крэйзи после блин кайфор и дотянется ли своим агро прямо сейчас можно будет минус 1 из полным запасом здоровья крэйзи до из пт на интеллект врывается и опять-таки крэйзи упрыгивает отличная реакция моментально среагировал и на развороте может быть форево постараться подловить нет ныряют они за купе и хотя вот когда я пришел сюда тут же пинскриф и ментальная реакция пан скоро неплохо так тупан скоро стрик между прочим отдавать его не хочется камень залетать панскор пытается жить тоже быть брейнсап на развороте какой-нибудь дает слип дать брейнсап да восполняет себе запас здоровья минус 3 уже mp бегает у него рейдж откатывается прямо сейчас рейдж тапаут может его спасти но кулдаун еще на тпшке уходит куда-то под тир-2 вообще пытается таким образом спастись за ним до конца ныряют шачло и в инфест нашел крипов крипов может конечно проводить можно забить чудесная реакция транскоро который сразу схватилась веры и остановились его демодж также в липса это вообще молодцы то что сразу сюда все перетянулись и продолжает давить всеми сил всеми силами даже спорта что у них нет ультимейтов но мы понимаем они хотят как бы не хотят удлинять игру не хотят на борт побыстрее закончить на роджер атака темпи он все-таки вылезает с инфеста газ неточный пирэдж прожимает роджер пытается катить аккуратно вы хроносфера ставится ныряет прям крэйзи в эту хроносферу однако все равно можно пытаться брать на стилер то они его забирают пупи развешивают раке можно ловить что ныряет дальше таймболк пару ударов спину есть минус и залетай так что уже без тиммейтов без двух пытается подраться крылья забрать тут же залетает slip отлично крылья развороте имеется не пиф можно принципе его выдать вот же погиб вот он sonic wave залетает полой так попадает все же да и забрали баш срабатывает по паре его вот шачло таймболк дать бы ну секунда cool down еще разобрали здесь акса минус 4 раз меня двух героев дальше этот крейси за медвадом по поджи спиритами попытается крылья забрать крейс избирает поджи спириты 353 полкил делает медван но драку по итогу должны были выиграть флипсайды хотят очень нужно треки нижнюю башню сил света выиграли выиграли треков было очень мало хорошо тут давление они там устроили файты затяжные такие достаточно хорошие не смолиться ни на секунду и там другая команда возвращаются по экспе там отрабатывают где-то буквально 3000 xp потом еще и по голде 3000 сверху и дальше осталось вот таким вот таком стиле идти продолжать то есть есть ощущение что если они просто будет держаться вместе все время то это исключит ошибки так как если игра будет затягиваться то очень опасно фармить там с одной стороны на тебя может прыгнуть акс бинка и колл тебе прилетает риск с кем-то с другой стороны может из инвиза вылезти лайснивер ну и там же получаешь стрек баунти хантера и фармить им нереально тяжело вот им нужно там просто миллион сентрей и на этих центрах стоять а если вы просто будете бегать пятером то может быть получится запушить даже без куда она и даже не то чтобы пуша то есть видим что ни одного товара еще и флипсайда ты не снесли но вот драки в пятером выигрывать действительно получается только счет того что и нюки грамотно юзают вообще вот ну грамм используйте свои ресурсы особенно конечно хочется отметить вот пик бэйна несколько позабытого героя для мирового дота сообщества бэйн то все по-прежнему хорош очень толстый персонаж несколько раз секреты пытались на него наваливаться так и не осиливали 718 играет манскор да ну возможно этого героя возможно это героя на такой стадии лучше всего не фокусить поскольку у него 1000 хп поличное количество армора плюс он еще захиливать сам себя это еще 300 хп и просто сбить ему ультимейт вместо того чтобы пытаться его убивать а можно это даст свои плоды для секрет у них же баунти хантер релокейт роджер успеет ли уйти не ходит прям под рошан и получает тост спину камнем откидывается здесь рейдж до зажат в углу роджер слив когда ладно развивать его загулял немного поставил вард конечно все здорово много денег 800 голды за одного суппорта причем которого меньше техно тварь собственно карте да нельзя по дамбер сообщам появляется о киту кредит говоря вот очень неплохое решение там стыкать условно того же виспо на старте чтоб не дал релокейт спасательный либо инвокер конечно тоже из драки выручки последствия купит себе юл какой-то будет не так страшно токит но вот на этих файтах то вполне себе можно использовать наградки вышли 0 тем временем преимущество не осталось ни одной из команд хотя увидим что пакелам очевидное превосходство флипсайта чуть больше не убивают баланс сохраняется счет того что папе все-таки треки развешивать экономические балансы медвам свою очередь покупает себе трава блин к медах такой запах честно мобильность 6000 голды чтобы ты чуть быстрее фармила чуть быстрее подключался на теле не драки говорит о том что секрет и сейчас не особо собираются выигрывать 5 на 5 потому что возможно бунта сверку это паста гоним и просто ступишь до поселения так морев ошибся несколько сейчас врывом на развороте получаю токи получает shadow strike так просто конечно один на crazy не заперет в том случае плотненький нажмет упал ты сюда хочет тиммейтов рядом был не было только бегать чужом лесу что же сплетится у нас экшен на две части снизу там разбирали флип сайта сверху сейчас забирают секреты ну кстати говоря пока не будут забирать и родин табор наверху то рошаны могут потерять секрет и из виду уже пошли то флип сайта будут пробивать дима же принципе более чем достаточно за счет 4 precision ауры залетает крэйзи пытался развалить баунти хантер нарвался такой тренизацию crazy переоценил свои возможности купе еще будет жить хотя что-то страйк на все еще висит т.п. кастовал и ушел ошибка crazy и сейчас еще того что он погиб потратил все нюки и они просто могут рошана 5 залетают гаст отличный отличная реакция у рошана будет сложно это забрать для секрет дамаж конечно же есть на его не так много плюс очень рискованно подставляться по трансферу просто продолжают зарабатывать деньги за queen of pain 1100 голды вот это то что чем мы с тобой говорили то есть если вот ну flip side еще буквально пора сошиваться по там будет столько денег у секрет что могу даже никаких раз вера не спасти поэтому надо он это прожать смог и пойти все-таки тайминг идеальный сальянс на queen of pain есть друг купился драган лэнс кроссфера имеется поставь на бене до главная ситуация тут спрятали два саппорта их был приказ на подвар дамбит на втоке колд снэп на роджа камнем откидывается 2 ныряет за спину и делает фраг тут же гриб на развороте у акса большие проблемы без пола и дай не успел спасти ногу уходит сам до 1 в 1 драка она дальше продолжается потому что с лайфстиллера пытается взять crazy ну и что в рейдж на развороте ты пьем просто забирает фраг крылья злоу хп фор спириты crazy жить надо поджи пробивает фарши убивает ставится хрона одного только баунти хантера конечно забрали попой то не вернет к жизни пока и 2 в 3 получается чек рейс кэш должен был выживать что-то блинконос неудачно прям под ноги расстрел на 200 хп он хотел добить на плюсе остались флипсайда положить хорошо и бить рошана бит рошана и заставлять игры сюда приходить секреты свою очередь не хотят что приходить и инвокер от свистпом тут особо ничего не сделают вот идет санстрайк вам скоро идет на передовую но маны у него нет забирает рошан на флипсайд и это такой легкий шанс для флипсайд теперь пойти и совершить мини камбэк за счет убийства тваров для пика который играет против дробки тваров стоит слишком много это и т1 сверху которые зачастую убивают этой т1 по центру шансы есть и шансы хорошие шансы флипсайдов не все сейчас хорошо владмир был уже у шачло прикупайте блик таггер инициировать станет немножко попроще брать позиции сейчас он хроносферу поставил на одного баунти хантера будущем можно будет накрывать например инвокер или лайфстиллер что же будет видим что появляется также crazy став возможно тоже выйдет его но так когда если инициация пройдет на него то есть вся спасти полезно и пейте временем смотрел хаммером выйдет в дизоль более чем дефолтный я там бил получается в целом сейчас у флипсайдов есть в инвентаре одного из его игроков в частности у седова аегис и именно тегис будет толкать вперед флипсайдов пятером будут собираться есть еще не допущенные товара тир-1 по миту к примеру или на топе можно идти вперед сомневаюсь что секреты будут спасать тир-1 стоит просто отдать у акса появляется замечательный артефакт это blade mail проват станет намного интереснее и все-таки стягиваются секреты все-таки попытаются обойти как-то могут да надо понять где находится его и постараться его битых на сферы трансфер откатывается через секунду уже будет сначала уже готов если что нырять он только один баунти хантер на него не хочется хочешь кто-то забатил на себя забатить может седой за егисом ну чё вышку забрали теперь идем наверх так потихонечку понемножку артефакт у нас прибавляется потому что как мы понимаем как я понимаю вас лир он пока особо не фармит вот он бегает вместе с аксом у него слабенький импорт стоящим тысячи это намек на то что флипсайд могут просто переформить его и потом он будет носить очень мало дэмджа вот показательно сегодня такая же карта была где лайфстиллер все время свое мидгейме проводил сидя в сладере а потом выяснил что они на творца на 9000 меньше чем у т.б. а кстати это же это же секрет играли да и у них опять же это комбинация лукер и вас лир то есть он вообще как я понимаю секрет они вообще делаю ставку не на вас лир в такой игре где его можно отконтрить легко и бэйном и тоже хана сфера работает почти всегда а инвокер он по мобильнее он стоит сзади и на кастовывает и вот до него дойти тяжеловато ну мы помним что как раз таки в той карте медванты и спас по тебя он грубо говоря и выжил он решал нам даже резно фарф нырнул террению назад попой финс грипп на развороте был байт байт хорошо который бался блин панскор просто ворует всех праги своим брендсапов чистый урон залетает там в размере 300 и этого хватает шевать кисток примерах орлоки теряны 100 пошли допадать был камень на опережение играет инвокер седой не забываем с аегисом разочек он сможет оттанцать он один паскал что он будет делать тиммейт и зато подходит уже все ушли один в один где будет вот храна сферы догнать вот хорошо храна сфера ставится на стиллер тоже заходит сам паунти hunter sonic wave получают оба а погиб моментально конечно же лайфстиллер это пупень тоже можно гнаться если средства обнаружения конечно же есть гему шачло опять-таки брендсап пробивают с руки бэйн уже богоподобие он скоро красава скоро забирает килы 9 1 12 суппорт бэйн на 150 демэджа с руки так то он еще очень много и ластилеру может рассказать чуть ли не в соло развернуться и пить его по творцу он уже скоро расскажет судя по всему вас веру потому что он остается буквально 2000 окс wavelengths и временем от ловил вставил вас сбои the dmg не хватает time ball и жить будет шачлоп я мне дал хотя был опасно ну в общем как-то вот с каждым разом все сложнее сложнее секретом играть в этой карте я вижу что не столкновения какие-то проблемы вы зима возникают пытаются соло героев поймать, но вот флипсайды сейчас проявляют максимальный уровень командной игры. Потому что все время вместе, все время на подстраховке. Если кто-то где-то встревает, сразу же идут сейф тпшки. Здорово. Манта старт. Ну, я бы о тебе скажу, что пока вообще у флипсайды IBLAGUE, что, наверное, самое адекватное это было просто никакие драки не вязываться, потому что если флипсайды не решили не пойти на Т1, то в общем, вы ничего не теряете. И они фармят, и вы фармите, и когда игр совпадет, можно идти на размен получше. А пока пока у флипсайды преимущество. У них чуть больше голды. У них очень мощная комбинация. И у Ластилера там очень маленький антурос, то есть у него уже начинает возникать проблема. А в это время все качаются. То есть тут мало того, что керри Квинн оф Пейн. Да, это не самый сильный керри, но подавры дровки иногда она работает. Дровка и уже воет. Тоже начинает дамажить у него тут Паттея, Владимир, Блинг и Яша. У тебя шторг только появился. Действительно, выйдет Манта Стайл, купит себе Диффужил Плейтс и сам за Хамосферу будет практически любого разваливать. Смог юзать возле своего Терри Тауэра на миде Флипсайд Тактикс. Попытаются сейчас напасть на кого-то. Пробегает по своему лесу. Вижена, откровенно говоря, маловато, конечно. Но ничего страшного. Могут так вот. На шару кого-то найти. Скана нет тоже еще пока в калдауне. Да. Фаржи пушат вверх, поэтому лучше уже в эту сторону не бежать и сразу бежать во вражеский лес. Чаще всего инвокер, он полетает на ливне, кинул Фаржи, куда-то спрятался за кустик. Где его хрен давай найдешь? А в это время остальная команда на другом участке карты находится. Вот решили Т-1 забавить. Ну, без антифакутор системы, поэтому можно просто навалиться и запинать. Он тут же и Зайц Глифт. Ну, в это время пытались подфармить Сикрет. Это очень долго. Кстати говоря, офармливает имфи свой дизолятор. Мы видели у него метрилхаммер уже давно-давно пару лет назад. Точно. И тут вот самые неудачные смерти в драках. Киллов он не делал. И вот только-только сейчас на дизоле будет хватать. 28-ая минута. Довольно медленно. Творц действительно у него оставляет желать лучше. Даже меньше, чем у собственного акса. Ну что, пока вот я вижу, что флипсайты как-то вот периодически делают какие-то вылазки, но вот уверенности в том, что они сильнее 5 на 5. У них пока нет. Они собираются пятером и не пушат и не давят. Они стараются играть как-то аккуратно и больше через ганки. Но их тоже можно понять. Тут одна неловкая драка, ни один неудачный, неудачная инициация и ты уже в драку проиграл. Да, по сути сейчас эта игра. Акс против Вайда. Кто ворвется, тот и победил. Первый желательно. Ну вот разъединились несколько флипсайты сейчас. А ванскору умирать нельзя у него. Стрик и ванскор. Беги. Беги как никогда не бежал ванскор. Ну он возле Тир-2 ты, между прочим, тиммейт, если что потянутся, ТП-шки там есть. Все в порядке. Ну все, лучше не подставляться лишний раз. Центральную башню. Сограя касательно ТП-шек, вот шачлота по не носит. Выговор. Пока не уволят, но выговор. Хорошо, а Бэйн уходит вниз. Тем самым он и выйдет, возможно, на него атаку. Ну и теперь уже пятером флипсайты будут идти по нижней линии. Там Тир-2 стоят. Тир стоит. Хочется его взять. В свою очередь Сикрет и все ждут, что кто-то пойдет наверху формить. Наверху никого нет. Ну сейчас уже перемещение напоминает танцы возле Рошана. Флипсайт к этим танцам готовится. Они уже так вот немножечко забили наверх, как-то не особо там бегают. И все свои силы перетягивают на низ, чтобы как только появится Рошан, они его быстро забрали. Так, ну флипсайты-то пушат, а Сикрет и чем занимать? У нас тоже пушат между проживать Тир-2 будут забирать. Да, ведь, потому что пока бьет, гер. Катапульта бьет. Пойлотай, дай, скорее, катапульта. Нормально. Есть. Что-то платим. Хороший пуш. 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 Что и по нижней линии флипсайты сейчас будут заставлять возвращаться Сикрет на базу свою, дефить Тир-3, а если и не дефить, то можно и лишиться линии полностью. А-то-то тп-шится уже прямо сейчас. Тут то, что седой так-то с лоу-граунда расстреляет довольно быстро. Кого-то нет тп. У кого-то нет тп. Лакс. Нижнюю башню сил света. Пешетка, пешетка в нем еще и сидит пластик. Он тяжелый, видишь, у него дополнительный какой-то груз. Надо быть ворваться и родить этого, Василия, чтобы не сидел там долго. Да. Так, ну оставляйте иллюзии. Седой подпушивает Тир-3. Тир-3 сейчас просто упадет. Ну вот так вот, а донай тоже не с донай. Тир-3 падает, влечать нет смысла прямо вот рашить. Можно, конечно, рискнуть, но можно и рашан дождаться. И потом уже Саэгис не улетает. Ставится в арт. Так. Ну что ж, будет ли драка, ой-ой-ой, иницирует шачлун, выпрыгивает очень вовремя. Акс, правда, подставляется под всевозможные нюки. Выходит МП, Акс стоит на месте, ничего не может делать, сколько плейтмейл пробивает его седой, абсолютно не парится. Подловили. Лайфстилер, он стоит просто финсгрип, и никто ему не помогает. Сгрызают его, это минус 2 в размен на одного. Лишь только Войда там уже раскистовался, так понимаю, орфспирит, был магнатайз, байбекается Акс, теперь стоит отойти. Теперь уже точно стоит отойти, колл-цнеп ловит у нас тем временем Роджера. Есть Юл, Роджер не спасается, Гастом откидывается седой, тоже нужно спасаться. Сейчас просто вязать ТПА, вот будет ли чем сбить, сбивают Юл, если допускает ошибку, его здесь тоже будут отбивать. Ну, на байбек развели. На байбек развели, все же. Много получили секреты. Как я понимаю, 3 трек кила, сейчас посчитаем. Да, много получили. Потратили всего лишь один байбек и 1200 голды взяли. Ну мало 1200 голды от 3 героев. Ну мало, очень мало. Ну, они же плюсы все равно, я про это имею в виду. Ну да, да. Да, то есть в целом, вообще, вот так ловлюсь на мысли, что если ты играешь против Баунт Хантера и сражаешься под базой врага, то это очень невыгодно. Потому что кто угодно может выкупиться, он прилетает и убегать сложно. Нужно как-то стараться драться вдали от базы или если ты уже заходишь, то опять же с Эйгисом, чтобы убить наверняка. Ой, байт был на крэйзи. Сейчас поднимает себя в Юл, тут же ванскор, ванскора нет, правда, финскрип. Нужна еще помощь, подходит шачной, торнад отличный, и мидваны просто прячутся в инвесе сматывается. Боже мой, что он творит? Там надо было качественным. Мидваны еще и разворачиваются, и его сам поднимает. Ужели бы троска слов, что Роджера здесь, на блинке сваливает, как же байтит Мидваны сейчас. И тут врывается 4F. Роджера поджигает, получается Аленс сам. Блэйдмейл был активирован, неудачно, что доустрейк нужно упрыгивать. Роджер ставит камень, open downs, и его просто забирает. За это замедление, за этот дебав. Да, опасно было, очень опасно. Как же играет? Вот прям как кошка с мышками, играет Мидваны сейчас своим противником. Да, ну Мидваны он вообще славится тем, что если ты ему дашь преимущество, он начинает исполнять. Сейчас вот мы с тобой, когда еще говорили о стадии драфта, что вот есть квопа, она молодец, она хорошо исполняет, но инвокер, допустим, с теми же слотами, он в разы функциональней. То есть он мало того, что и бьет немножечко больнее, если считать вот чисто его демэдж без ауры, дров рейджер, так у него еще такое количество нюков, которые квопей не снес. И Мидваны выходит на финишную прямую. Он просто очень скоро будет в соло овнить всю рожскую команду. Появляется вот очевидная цель для атаки от LiveSide Tactics, в частности для Шачно, каким-то образом в хроносферу все-таки поймать инвокера, потому что если его оставлять, он начинает раскастовывать, всем залетают. Хороших хроносферы, в итоге жив пока седой, как-то его спасти не нужно. Соник Вейв, седой БКП все-таки смогли его забрать. Камень, тут же Финскрип, сбивают Финскрип, отлично, бывает Мидван, тут же раскастовывается Бэйна, Стрик сбил, минус 2, уже падает, Орф Спирит минус 3, они без байбэков еще. А вот это подстава. Здравствуйте, меня зовут Мидван. Мидван красавчик, Юлом поднимает еще и Шачно, колдснэп сверху, таймболк успевает заюзать. Продолжают давить, продолжают его здесь отлавливать. Возможно, даже пытаются там нос. Просто здравствуйте, сегодня, здравствуйте, меня зовут Мидван, и сегодня я попробую выиграть эту игру. за своих пацанов. Да, на инвокер, он все катки просто завозит. Он просто завозит, да, и вообще, я вообще не знаю, почему вы вообще забыли про инвокера. Вот, как ты не смотришь на него, он все время бегает, полнит всю команду, зебит, контролит, там, не знаю, фарнит, летит, тушит, и пока им играет почему-то в Мидван. Вот я задавал вопрос тебе, задавал вопрос условно ванскору, почему они не взяли сами инвокера, взяли клоп-во, а инвокера дали все-таки последний пик. Но вопрос сейчас очень актуален, потому что инвокер действительно игру переворачивает. Крейзи, ну не знают, как дефить, ставлю линии уже потеряли, что дальше? Sunstrike под Sunstrike, Крейзи успевает отпрыгнуть, очень мало хп осталось. Вроде пока отбились, вроде только одну линию потеряли, еще можно, можно играть еще. Слишком много денег, слишком много денег, и слишком много экскурс зарабатывает Team Secret вот за эту драку. Покупайте инвокер Актори, но все это... Покажет там науки пианицы. Медван один против девяти, да? Просто бегает и уничтожает. Просто сильно, да. Я уже на месте, наверное, флипсайта, думаю, что нужно прямо вот только в него храна свера давать, иначе он там своими костами всю команду поубивает. Поймай его хотя бы один раз. Может быть, какие-то глиммеры стоит собрать, то есть, хотя бы на суппортах, например, кинул глиммер, там, спас от прокаста метеорита или от чего-то еще, потому что там за метеорит, люди умирают, надо вот что-то делать с этим. Или БКБ себе купить, чтобы папа купил себе БКБ, прыгнул в инвокер, дала ему там сайленс и бей до посинения, пока не убьешь. А у них ничего против этого нет. У них не БКБ... А ну так вот ударовки, БКБ и все. Да, ну что ж, тем не менее, центральную линию потеряли на 35-й минуте, в принципе, не так страшно, учитывая того, что есть пассивка от Raw Ranger, там, дэмэджа хватит, добивать этих самых крипов. Флепсайд не отчаиваются, уходят по нижней линии, сейчас нужно максимальная концентрация, под Форево лучше не попадаться. В Мидване, между прочим, сидит сейчас лайфстиллер, купей тоже рядом, Седой вызывает Манда Стайл, его все-таки агрит, Бэйн также пытается дать слип на своего тиммейта, дается, ты тут же прожимает БКБ, финс грипп, Акса очень быстро будет съедать, где же инвокер, начинает давать торнадо, залетает газ, не сам удачный, пытается хроносфера, не подцепили, инвокер смог уйти, Sonic Wave дальше, пытаются убить лайфстиллера, минус 2 сделали, подцепили также еще и виспо, пайлай дай, тиллер отказывай, откатывается, дают ему форстав, пайлай дай, никуда не уйдет, будет минус 3, ну и самое главное, чтобы спасся инвокер, конечно же, он скоро идет до конца, за Мидваном пытается его поймать, Мидван мансит, они взяли и продали акцию, он прыгнул, он сагрил дров рейнджер, оказалось все, иди убивай, и где были все, вообще не ясно, где все находились, ой, ну Мидван пошел, соло завозить игру, ой, слушай, а это сейчас может быть подстава, Мидван, он не смог убить Бэйна, его сейчас будут вылавливать, пытается спрятаться в инвиз, на максимальной скорости, прятаться, где же гем, 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 это нет, ой, 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 прощайте, удачи без гема ловить, да, ми-2, сейчас смотрю, беду еще кого-нибудь на развороте, через Уллсон, страйк, метеорит, оп, своровать перед носом, совсем, опа, оп, пробежал, рима, по центре, идем дальше, а вот и Квинут Бэйн, а вот и Старин с Винвокера, и ульчик на себя нужно потратить, акса, агрите время, папы, проблемы, камень залетает, газ туда же, папа должна жить, нет, не выживает, папа, папу забирают, но инвокер тоже убили, это важно, актеренем, все-таки раскрутился, билор спирит, его тоже сливают, размен 2-2, но инвокер упили, вот что круто, опять-таки, Бэйн его слил, 1300, Бэйн скоро, он ухуражил, он спортом, деньги тоже нужны, он отомстил, то есть инвокер с него, стрик сорвал, теперь Бэйн с инвокера, стрик сорвает, все в порядке, инвокер байбекается, вот это момент, вот это конечно, да, но единственное сейчас, пинук фейн у нас, таверни, тот же, эрспирит, ничего сделать не могут, вот, врывается тот же инвокер на Рошан, и он даже Рошаном забирает, быстро, вот 2 прошу спирита, 92 плюс 92, сам инвокер, нельзя, что идти, хроносферы нет, сейчас без двух тиммейтов, ни в коем случае, вы подставляете, не подставляете, этот торнадо, довольно близко, ну и вот инвокер байбекнулся, но теперь у него будет вторая жизнь, в общем-то Aegis все же, байбека конечно нет, Aegis есть, дважды придется убивать, да, все еще непонятно в этой игре, вот в один момент, конечно, секреты очень серьезно вышли вверх, тут же флипсайт отомстили, проявили хорошую драку, и преимущество такового у секрет не осталось, единственное, что конечно наличие Aegis сейчас немножко смущает, ну и снесенная сторона не забываем, центра лишились, флипсайт тактикс, напомню также, дорогие друзья, что-то четвертая карта 2-1 серии, в этом финальном матче, европейской квалификации, дота петлик ведут секреты, им нужно выиграть только лишь одну, и желательно для них эту карту, ну а флипсайдом нужно держаться, нужно камбетчить здесь, и потом уж настраиваться на игру под номером 5, вот такие страсти у нас сегодняшней ночи, 39-й минуты встречи, ну что ж, Хелберт приобретает себе лайфтиллер, визуально у него есть, маловато артефактов, конечно, мы знаем, что MP, вот он, действительно, на него ставка не делается в этой игре, а он больше сидит в коптах. Ну вообще, единственный такой момент, вот у Сикрет, который начинает подходить, то что у инвокера заканчиваются слоты, ему осталось буквально вот на что-то заменить Айгис, может быть потом продать Иуль, и купить себе, например, Black King Bar, ну или что-то там, все, что ему понравится. Ну рефрешер в такой ситуации покупается, ну да, или рефрешер, а вот остальные герои, они пока отстают по нотворцам, в то время как у Флипсайд, там Квинув, ну, ядровка идет вперед, ну и Квинув Пейн тоже потихонечку поднимается, так что, вероятно, как-то побольше оставлять фарма. Вот сейчас, например, оставляет фарм по Лайдаю, он так нагло идет по линии, забирает всех крипов, в это время Лисочек выфармливает Лайстиллер и Фареф, и очередное противостояние гора против горы, на чью гору ребятки будут подниматься. Секреты в более выгодном положении, они могут стоять на горе и пушить вверх фаржами. Ну, есть чем отбиваться, конечно, Фореви снова Сид Лайф Тиллер, здесь может стрять Седой, на него ныряют, возможно, это будет Пайт, есть Слип, Седой, Форстап, ВКП, и бежать, Суник Вейв на развороте, отлично, становится хроносфера по двум героям, Седой еще и даже разворачивается, чтобы подраться, его все еще никто не может достать, да ладно, он выживает Седой, там же Акс, правда, тоже живет пока, Акс здесь тоже выживает, как они вообще спасли, что те, что другие? Жесть какая-то, но нужно учитывать один момент, сейчас не осталось хроносферы, у Крейзи, также откатывает Соник Вейв, и нет Финс Грипа, нет ультимативных способностей у Flipside Tactics. Акс вернется очень быстро, у него блинг, у него травела, он очень быстро добирается до своей базы, потом телепортируется наверх, и можно повторить ту самую связку с Лайссером. Да, никого не забрали в Flipside, ну ладно, хотя бы Седому жизнь сохранили, конечно, тоже важно, Тертит Тавер был потерян, остались голые бараки, по верхней линии мид тоже подкушивается серьезно, нижнюю линию забрать не получится, там еще Тир-2 стоит, ну и напрягают Сикреты, продолжают добить, Торнадо залетает от инвокера, вызываются поджи-спириты, Айгис пропадет через 2 минуты, конечно, Flipside надо подождаться до момента, но и более того, им нужно дождаться просто появления хроносферы, шачло еще 48 секунд. Просто чем-то откидываться, что есть, там 4G зашли уже вместе с MP, дебаф изолятора повешено, барак, отлично. Есть глиф, правда, слип пошел еще и на Акса, но смогут ли взять крейс заходит, шедустрайк лишь дает, камень, минус бараки, верхняя линия была потеряна Flipside-ами, и нужно, все-таки отступить, они свою цель минимум выполнены, две стороны забрали. Паржик минув пейн убивают. Еще санстракт давал. Почти, кстати. Ну ладно, там хп слишком много, 900 пробил бы. Ну и покупается все-таки Butterfly Throw Ranger. Не оставляет себе денег на байбэк, между прочим, Седой. Он был близок к смерти в прошлый раз. Если еще раз так подставиться, будет больно. Залетает, тем временем, шачло хроносферы, через секунду буквально появится, получает колдснэп, спасти его хоть как-то нужно, хоть как-то нужно, боже, он так и не дал свою хроносферу, и просто убили за колдснэп. Жесть, Крейзи идет дальше, MP вылезает, расстреливает Седой, неплохо расстрелил, потеряли уже форчет, Крейзи здесь, MP разворачивается, Бласт никуда, 4F ускоряется, также есть Блинк, есть Агр, если Крейзи подставится, будет совсем все плохо. Крейзи уходит на Блинке. Нижнюю линию нужно поломать, там Тир-2 стоит все еще. Буквально двух секунд не хватило войду, чтобы ворваться и дать хорошую хроносферу. Он прыгнул здорово, там мог накрыть и Инвокера, и Ласслира, и дальше бы они, конечно, смогли тот же Эггес выбить, но всего лишь две секунды, кулснап, и под кулснапом, увы, ничего не скайстить. 26 секунд без Festless Void, 20 секунд без Surf Spirit, топы без байбэка, падает барак наверху. Ну ладно, ту линию они и так уже потеряли в целом, потери сейчас настолько страшны, ну в плане того, что за эти два, за эти две смерти их не наказали особо сильно. Но тяжеловато, конечно, драться, просто очень тяжело. Ну, Войду каким-то образом нужно ставить хорошую хроносферу, на него вся надежда. Я вообще думал, что в таком пике возможно у Войду БКБ там стоит собрать, потому что если кулснап ловит, то там тычка, тычка, тычка и скастовать ничего не получится. Дэмэджи вроде и так хватает, как бы и Квин оф Пейн бьет, и дровка, да и тот же Рспирит может свою ульту раздать, а ему самое главное просто поставить хорошую хроносферу и все в его руках. Там, допустим, какой-то агоним БКБ. Ну и закупается по максимуму сейчас скор героя, видим, что осалки раз появляется у Квин оф Пейн, там БКБ покупает инвокер 10 секунд, и между прочим Акс, ай-яй-яй, ошибся, и ставится хроносфера по двум героям, седой там может настреливать, но в Акса делается упор и Висп сэйвит, пока Эмпи пошел, пытается сейчас до седого добраться, там промахи будут Эмпи же без МКБ Финскрип получать, погибает тут же, минусы Баунти Хантер так же, дальше тут еще и Паладай пытается запить, уже нет, Релакита никуда на сюда не уйдет, будет минус 3, скорее всего, да, Паладай еще какое-то время конечно выиграет, ну и отличный файт проводит, флипсайд тактикс, ошибка Акса, не залетел первым, дал Агр в никуда и по итогу просто погиб. Да, еще чудная позиционочка от Войда, который стоял на этой горочке и запалил, задетективал Баунти Хантера, тут же, ну, тут же среагировал, не попаялся, построил Кроссвера по двоим, даже несмотря на то, что остальные были далеко, и немножечко денег выигрывают, немножечко. И одно очень даже видно и ясно, как божий день, это то, что лайфтилер вообще ничего не может сделать, просто ничего в драйвере. А он уже пакуется на танков, он уже, там, чисто миссы себе на хпшечка, чтобы была там. Подожди, он дмнр взял, он хочет купить МКБ, он хочет не промахивать. Ну да, да, МКБ чисто против бабочки, вот так потом следующий артефакт какая-нибудь кираса смотрится, ради армора. Ну что, Тир-2 забрали флипсайда. Там, неважно, сколько у тебя дыма, если ты стоишь на сфере, надо дожить. Ну или хотя бы даже до того момента, чтобы здесь и лакит не спас. Держится, держится еще флипсайда, удалось закабетчить с минус 13 тысяч до минус 8, то есть 5000 они отыграли, конечно, без двух сторон играть очень неприятно, сейчас дело даже не в потерянных сторонах, здесь дело в каждом произведенном файде. Наличие или отсутствие байбэка, в том числе тоже. Вот мы видели, как инвокер, например, он был в предыдущей треке, казалось бы, вдалеке он стоял, но он так боялся впрыгнуть слишком далеко вперед. Было бкб, но у него не было байбэка, если бы он погиб, тут флипсайда бы не остановились на сфере 2, они просто пошли и все сломали. Поэтому вот тут все-таки отсутствие бкб, но отсутствие байбэка, оно вынуждает играть аккуратнее. Ну, теперь инвокер имеет бкб, он самый настоящий монстр 5 на 5, ему вообще не страшен теперь тайм-делейшн воида, который можно было скастовать после ула, и также квапа уже не опасна, она не может его поднять в ул, она не может дать ему сайленс, и он будет беспредельничать. Единственная проблема это дровка, которая будет бить под пкб с огромнейшим дэмэджем с руки. Ну, надо еще, да, надо еще добраться. Хроносфера. Ну что ж, Аршам поедет через 47 секунд, конечно же, с сырым и с аегисом, и до тех пор нужно максимально отпушить линии своей флипсайтом. Ну вот, так, тракт, возможно, приключить. Сейчас мог спадать, седой здесь, просто все упрыгивать, кто куда. Роджер идет в бок, там никого нет. Седой продолжает пить крипов. Седой на передовой. Роджер. Фесла свой, есть хроносфера, если что, но вот не знает, точно. Да, тут развешивают треки. Агр, те же время, не пошел. Пытается слить седого, хороший был слип, между прочим. Финсгри получает такс, моментально его стирают. Хроносфера по двум героям, и властелям в том числе там же. Вис подлетел, но он также в хроносферу вот и попал. Очень тяжелый расклад, П-2 пытается раскастоваться, забрать всех героев, которых только сможет, пытается убить Бэйна вперва. Да, Бэйна забирает. Теперь пошел троу-рэйджер, но промахи работают неприятную очередь сюда и просто разворачивается, начинает бить Бэйнбокер, Бэйнбокер поднимает себя в Юлакс, терень делает Бэйбэк, камень залетает, отличнейший просто, Бэйнбокер сливает, но Бэйнбокер с Бэйбэком успел нафармить, выигрывает замес флипсайды, потеряв, по-моему, только одного героя. Вау. Что творят эти флипсайды? Бэйбэк плодает. Да, что творит Ванскор, который по таймингу кинул слип и Санстрайк до Рейнджер не продамажил, потом тут же ся, форстафун. Так, драка протос, сейчас винит Димтя перебью, потому что Агротом Теренева Атакса, они вливаются туда, минус квапа, большие проблемы седобок, астает он, плейдмейл убивает себя сам, если свой так же, уходит в небытие, отлично, кобэчет байбэк на байбэке, просто 4 байбэка к ряду было, заюз, даже 5. Кошмар, какой кошмар, что происходит? Да, мы поставили сейчас, конечно. Акс решал. Нимается ву, стеночка есть, прыгает Акс, байдмейл, слеп, слеп хороший, слеп хороший, ну, бласт, и отлично, блинкаут. Почло здесь, без хроносферы, 40 секунд. Даймдилейшн даун, между прочим, неприятно, ныряет дальше, лайффильд, вратили в развороте, в пандаун, с тут же таймбалк обратно, убегает у нас. Торопиться некуда, флипсайт лучше отойти, торопиться некуда, они сейчас, ну, единственная базу нужно защитить, а после этого некоторым героям стоять и король от рощана, там базу какой-нибудь рспирит падает, если, конечно, не отвалится, вон на фонтан повел крипов, оп, 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 вводит, вводит крипов туда, показывает, куда нужно идти до фонтан ведет, ну, вот опять же, неприятная ситуация, флипсайт в двери, не подпушивается, на рощане долго не продержишься, возле рушпита, нужно постоянно драться, седой здесь может поставиться, фореф нырять, фантастарь слишком рано, большие проблемы у седого, седой погибает, без байбека, здесь Роджер влетел, магнота и сдал, его тоже очень быстро пытается слить, госкептер ставится в хоносфера, кто дэмэдж, что в хоносферу будет заливать, если нет седого, а никто не зальет туда дэмэдж, финс гриф, лайфстиллер, его тоже под финс грифом пробить, не могут, большие проблемы у флипсайдов, пытается отступить, шачула, отправляет его в таверну, также без байбека, ванскор на своих двоих пытается уйти, за ним Мидван до конца, айс пол поставил, останавливает также Крейзи, даже Соник Вейв не дал минус 4, остался в живых только Роджер, ничего он сделать не сможет, и просто-напросто в трон идут ребята из Team Secret, флипсайды были близки к камбэку в этой карте, но, к сожалению, игру спасти не удается, 3-1 Team Secret выигрывает эту квалификацию, и зарабатывает себе слот на лан-финал Dota Pit League 5-го сезона. Наши ребята молодцы, не считая третьей игры, я смело могу сказать, что за них сегодня не стоит, они реально боролись за всех сил. Блин, ну красивые карты были, я согласен. Просто как львы сражались, да, до последней. Вот, допустим, на та же последней драка Войду опять не хватало 2 секунды до Хиносферы. Будь это Хиносфера, возможно, все было по-другому, но в такой игре, как правило, секунды уже и решают. Сикрет заслуженно победили. Ну, вот не сказать, что действительно это была какая-то уверенная победа, нет, это действительно, каждая карта, это было сражение, это были бесконечные файты, где и та, и другая команда могли победить, но вот просто чуть везучи, чуть получше отыграли Team Secret, и они на сегодняшний момент действительно оказались сильнее, чем Flipside Tactics. Ну, секреты молодцы, что тут сказать? Они действительно заслуженно зарабатывают себе путевку на ландфинал, они присоединяются к таким коллективам, как Wings, как Digital House, и будут в январе представлять Европу в Хорватии, в городе Сплит, бороться с 125 тысяч долларов. Но Flipside Tactics, вот, шаги остановились, конечно, очень хотелось бы увидеть ванскор, и, наконец, на лане, там, не знаю, в 2015 году он последний раз был в начале, там, где-то на даке, по-моему, знаю. То есть, крейси давно на ланах не был, и так далее, но не пошло в этот раз. Ну, понятное дело, что эти команды возможно еще встретиться, Flipside предстоит совсем скоро сражаться в Open квалификациях, по-моему, чуть ли не завтрашнего, или после завтрашнего дня, и забирайте путевку в закрытые квалы, но в этих закрытых квалификациях так, что будут ждать Team Secret. Есть еще что добавить о Team? Всем спасибо, всем доброй ночи, большое спасибо за то, что вы были с нами, поэтому обязательно подписывайтесь на наши соцсети и ставьте лайк. Мы с вами еще увидимся, так что... мне больше нечего сказать. Да, ребят, конечно, конечно. Башка совсем не варит. Мы есть такое, плывем слишком много сегодня было интересных каток, и выматывающие действительно были. Да, спасибо большое нашим зрителям, что смотрели трансляцию, вас было много на этот 2-2 ночи, сейчас по московскому времени, действительно было очень много, 18 тысяч. Всем огромный респект, ну а сейчас мы трансляцию свою заканчиваем, завтра тот и петлик продолжится с матчами уже СНГ квалификации, обязательно смотрите, вечернее время, информация, конечно же, в соцсетях вся будет. Еще раз всем спасибо, всем пока, доброй ночи, услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok